Какие активы хранят казахстанские чиновники на зарубежных счетах, рассказали в Минфине. По словам вице-министра Бержанова, на сегодня уже прошли два этапа всеобщего декларирования, по результатам которых 530 граждан республики имеют счета в иностранных банках 58 стран. Также на 916 граждан зарегистрировано 1017 транспортных средств в 55 странах и 97 граждан имеют долю участия в 122 коммерческих организациях за пределами страны. Это Россия, Кыргызстан и США. Казахстан присоединился к Страсбургской конвенции, согласно которой Казахстан обменивается данными по своим резидентам с другими государствами. На сегодняшний день 80 стран предоставляют такие данные. В рамках первого этапа мы получили данные от 600 с лишним наших граждан, по которым мы сейчас уже работаем, сообщил чиновник. Более 3 миллиардов тенге по этим гражданам уже задекларировано и направлено в бюджет страны, то есть по тем доходам, которые они получали за рубежом. 533 граждан республики Казахстан имеют счета в иностранных банках в 58 странах. Общая сумма денег составляет 113,5 миллиардов тенге. Это в таких странах, как Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция. 2005 граждан задекларировали 2483 объекта недвижимости. 52 странах, наибольшее количество это Россия, Турция, Азербайджан. Теперь 916 граждан зарегистрировано 1017 транспортных средств в 55 странах. И 97 граждан имеют долю части 122 юридических лиц за пределами нашей страны. Это и Россия, и Киргизия, и Соединенные Штаты Америки. Это по итогам двух этапов декларирования. Замглавы Минфина рассказал и о том, какое имущество он лично задекларировал. Биржанов напомнил, что согласно 11 статье закона о борьбе с коррупцией, политические госслужащие должны публиковать декларации с января 2025 года. Нет, не крутая. Машина BMW 2017 года. Костюм производства Казахстана. Вот, я могу даже лейбл показать. Обувь на мне тоже казахстанская. Какие еще могут... А квартира стоимостью какой? Квартира трехкомнатная, общая площадью 74,5 что ли была. Ну, вот такую квартиру я задекларировал. Она у меня есть. Стоимость какая? Я ее стоимость рыночную сейчас не знаю. Далее вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал продажу автомобиля Бентли Бентайга, который находился на балансе Комитета госимущества и приватизации Минфина. На брифинге в правительстве вице-министра спросили, откуда у департамента такой дорогущий автомобиль. Он ответил, что автомобиль был принят в дар. Однако не сказал от кого. Договор дарения был сделан на государство и была уже реализация на 40 с лишним миллионов тенге. То есть это имущество государству поступило. Дорогостоящий автомобиль не был передан какой-то госорган. Он был через аукцион реализован. И деньги ушли в бюджет. Это, думаю, очень хорошо. В заключении вице-министр Биржанов заявил, что министерство не планирует проводить массовых проверок для отслеживания мобильных переводов. Мы знаем, кто на сегодня зарегистрирован как ИП, но не показывают декларацию. К сожалению, такая статистика есть, сказал он. Мы будем им отправлять данные. В первую очередь фокус будет делаться на них, сказал чиновник. «Каких-то проверочных рейдов не будет, но если мы увидим, что будет злоупотребление и будут сигналы от покупателей, то мы должны отреагировать», отметил чиновник. Боржан Жайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.